Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Быстрый обзор по крипте. Что мы с вами видим? Давайте по чесноку. Уже третий месяц мы видим снижение биткоина вот в этом вот условном канале или падающем клине, как хотите. Вот так вот, да, это будет больше похоже на какое-то подобие падающего клина. И мы такое с вами видели уже много раз. Я вам еще хочу напомнить, что вот здесь была более, конечно, краткосрочная коррекция. Здесь был у нас такой падающий клинчик тоже, из которых мы статистически всегда пробиваемся наверх. Особенно, когда у нас супер-медвежье настроение, как сейчас. То есть, что вы думаете, вот в эти разы все что ли понимали, что это разворот? Нет, конечно, здесь все время казалось, что биткоин пойдет еще ниже. Вот здесь вот людям кажется, что биткоин пойдет еще выше. Парадокс, да? Ну, хотя, что, у него есть тенденция идти наверх, эту замунить, поэтому да. Но когда биткоин подходит к своим локальным лоям, люди начинают его в панике распродавать, потому что ждут, что он пойдет еще ниже. Это классика жанра. Теперь смотрите. У нас с вами все еще три желтые точки на четырехчасовом сайфере. Вот здесь, показывающие на то, что это очень сильная дивергенция, и похоже, что это дно, и вот это тоже уровень, выше которого мы скоро улетим. Так работает статистически. Здесь, обратите внимание, тоже были три желтые точки на сайфере. Тоже никто не верил, все продавали. В итоге, что мы сделали? Улетели выше всех этих уровней. Но хрен с ним с желтыми точками, на самом деле. Тут картина еще более веселая. Смотрите, если вы ждете подтверждения, чтобы все-таки не попасться сейчас на падающий нож, ведь есть же все-таки варианты, что мы кольнем вот так вот и потом только развернемся, то смотрите, что я вам рекомендую. Отключаете на хрен свечи и смотрите только за сеткой EMA Ribbon. Сетка EMA Ribbon. Посмотрите, как она отрабатывала себя в разворотные моменты. Вот здесь и вот здесь. Что она делала? Она разворачивалась. То есть красная линия становилась снизу, а желтая сверху. Вот здесь и вот здесь. Это, конечно, чуть-чуть опаздывающий индикатор. Посмотрите, то есть у вас уже, грубо говоря, там несколько зеленых свечек появляется, четырехчасовых, да, грубо говоря, день проходит, и она разворачивается. Но на самом деле даже чуть быстрее, чем за день она разворачивается. Вы можете замерить. И сейчас у нас сетка EMA Ribbon пока еще не разворачивалась. Посмотрите. Вот почему я говорю, отрубайте свечи, потому что свечи – это шум. Свечи, они ходят вниз-вверх, вниз-вверх, и в итоге запутывают только вас. Кстати, у Бенджамина Кована вышло классное видео про свечи Хайка Наши. Не знаю, может быть, ребята завтра его переведут. Но для тех, кто не в курсе, в чем отличие свечек Хайка Наши от обычных, я крайне рекомендую посмотреть видеоурок по ним. Вот он здесь у нас есть в описании видео. Не могу сделать, чтобы он сейчас повелся сверху, поскольку он выложен не на YouTube, а на Кост ТВ. Поскольку YouTube его забанил из-за авторских прав. В общем, ребята, кому интересно, обязательно посмотрите. Очень полезный видос. Ну и все вот эти видосы тоже. Так вот, свечи Хайка Наши, конечно, хороши. Они показывают тренд. Но без них еще лучше, еще меньше шума. Посмотрите сами. Сетка EMA Ribbon. Три желтые точки. Ждете момента, пока желтая линия станет сверху, а красная – снизу. То есть произойдет перекрещивание сетки, как вот здесь практически произошло. Но мы ушли еще ниже. Как только этот момент происходит, статистически, ребята, сами посмотрите, у нас начинаются очень-очень неплохие волны роста. Волны роста с амплитудой там в 30-40-50, а то и все 100%. Понимаете? Поэтому сейчас абсолютно точно, как только случится это пересечение, нас с вами ждет очередная вот такая волна роста. Это как минимум. Это даже если мы будем зажаты в этом боковике. Поэтому вот такой вот вам индикатор или сигнал, я не знаю, если вам нужно подтверждение, чтобы не влетать сейчас на всю котлету. А то, как всегда, я уже боюсь видео делать. Сейчас реально Гринни сделает видео, а вы все начнете хейтить. Хамаха 2.0 и все еще чуть-чуть ниже упадет. Вы скажете, вот Гринни, видишь, ты не угадал. И потом начнется вот это, и вас уже не будет в ракете. Поэтому мое дело вас предупредить, ребята, что когда мы вот так вот плавно стекаем, а мы сейчас на самом деле плавно стекаем, это лучшее место для того, чтобы аккумулировать позицию. Потому что, посмотрите, в локальной картине мы уже отскакиваем. Мы уже отскакиваем. Но это все шум. Вот, да, мы сейчас пробиваем 36.300 и улетаем куда-то выше. Но это все шум, ребята. Это все шум. Мы можем тут и падать, и взлетать. И люди, когда говорят, что не отыграл прогноз, я просто, честно, я в шоке. Столько медвежьих комментариев я не видел, наверное, с коронодампа. Вот вчера выкладывал краткий перевод видео Томаса. Не угадал твой Томас. Ты ничего не знаешь. Даже если знаешь, что рынок не зависит от тебя. Летим на 25, на 27. Выше 60 в этом году не будет. Фантазер. Боже. Дальше засаживает народ в лонг. Отскока кончен. Нету объемов в ракете. Что-то несешь. Ну и так далее, и так далее, ребят. Столько медвежьих комментов я реально не видел. Скорее всего, даже никогда. Грине уже не смешно. Медвежий рынок перед глазами. У тебя все еще тузамун. Летим вниз. Стаканы пусты. Поддержки нет. И так далее. Короче, ребята. Настроение супер медвежье. Индекс страха и жадности ниже Плинтуса. Мы в падающем клине 3 месяца. И вариант из него выхода только один. Наверх. Либо через прокол, либо без прокола. Вот. Есть, конечно, риск того, что коронадам 2.0. Все рынки полетят тарарары. Ну и да, есть. Окей. Но, опять же, как мы видим, новости отыгрывают. Вот все, кто читает новости, я вообще не понимаю, нахрена они их читают. Потому что все вот это затяжное падение. Вот эту финальную стадию. У нас было ожидание ФРС. У нас был запрет крипты в России, якобы, да, инициатива ЦБ. Все это было вот здесь, чтобы вы продали. И в итоге что сейчас происходит? Мы начинаем отскакивать, а уже все нормально. Путин вроде как не против легализовать майнинг. И ФРС вроде там ничего особо не сказал. Типа все окей, будут байбетчить дальше и печатать бабки. То есть, типа все нормально, и мы улетаем в космос. Плюс индекс доллара у нас так за ту замунил, на самом деле, что как бы пора ему и в коррекцию уйти. Да, то есть, смотрите, уже 97,2. Ну, тут как бы тоже статистически по синусоиде, да. Я не говорю волнами, потому что это не волны элета, это мои такие волны гриня. Это вот вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. И будет вниз в любом случае скоро. И вот это вниз, это будет очень хорошо и для крипты, и для других активов. Я думаю, вы понимаете. О, кстати, у меня тут рядом оказался график Chia Network. Сейчас столько шума вокруг Chia Network. Хотя, кстати, вот уже шум уляжется, и, возможно, будет неплохая точка входа. Я сам Chia не держу, не торгую. Как бы всем выражаю соболезнования, кто влетал на хаях. Но вот сейчас похоже, что что-то здесь начинает формироваться. Это еще может быть далеко не дно, потому что, сами понимаете, это крипторынок, детка. Но очень похожа, на самом деле, картина на Shiba, которая была в конце лета, в начале осени. Когда вот Shiba сделала вот так, я вам сказал, ребята, Shiba пробивает важный уровень сопротивления. Можно заходить в лонги. И что сделала Shiba после этого, вам всем хорошо известно. Поэтому это дисклеймер, не финансовый совет. Но я думаю, сам, может быть, прикуплю чуть-чуть Chia, если не поленюсь. Потому что график, конечно, выглядит вкусно. Вот. По всем другим альтам ситуация двоякая, естественно. Потому что есть у нас с вами альты двух типов глобально. Это недокупленные и перекупленные. Недокупленные вы сами знаете какие-то. Dash BTC, допустим. Dash BTC валяется просто фиг знает где. Желтая точка у нас должна отработать на недельке обязательно. И мы сейчас как раз рисуем двойное дно перед ее отработкой. И если у нас будет вот такая вот история, как я нарисовал, то это абсолютно ничто в логарифме. Посмотрите. Ничто. То есть тут надо наоборот делать. В логарифме надо рисовать, что даже окей. Даже если мы сейчас еще кольнем куда-то ниже, то потом мы отскакиваем на предыдущие сопротивления и выше. И в линейной шкале это будет выглядеть вот так вот, ребята. Вот так вот примерно как Chia Network. То есть потенциал просто бомбический. Сегодня, кстати, вышла новость еще на Binance. Писали, что Dash уже тестирует свой этот Dash Pay вовсю. И запускает Mainnet в своей новой оплекухе. Так что тут, опять же, вы не забывайте, что покупать надо забытые активы, на которых нет сейчас хайпа, о которых никто не говорит. Потому что когда говорят об активах, это происходит вот здесь. Что происходило с Solana, с тем же Dogecoin, когда он уже запампился. Кто меня смотрит давно, мы с вами набирали Dogecoin, когда он был вот здесь еще до пампа, и он улетел на 100 иксов. Что говорят про... Вообще про монеты говорят уже вот здесь обычно. Масс-медиа зазывают всякие, звезды рекламируют. И вот, и я к этому и подвожу, что есть второй тип альткоинов, ребята, это который еще вот здесь. То есть Dash был таким альткоином в 17-м году. Он был дико перекуплен и дико захайплен. И посмотрите, что с ним стало. Он пережил полноценный медвежий рынок. Почему я и говорю, что его набирать уже весь этот год и прошлый год имеет смысл, ребята? Поверьте мне, понятно, что все не заработают на этом рынке, но я знаю, что говорю. Это зона накопления. Как только мы из нее выйдем, это будет просто... Будьте здрасте. А есть другой тип альткоинов. Ну, кстати, под эти мои слова начинается памп, что не может не радовать. Всем ту за муна, конфетишек. Подписывайтесь на наш канал. Если вам нравится криптоконтент, ставьте лайк, потому что, что бы ни случилось по рынку, мы с вами каждый день делимся своим мнением и важной инфой. Вот. Ну и напоминаю, что в описании видео вы найдете ссылки на наш телеграм, чат, канал, на лучшие биржи, на которых сами торгуем и все остальное. Рабочие обменники, на которых вы можете купить, продать крипту с карты любого банка или даже наличные. Очень классно работают, гибкий курс, все замечательно. Но это ладно. Это минутка партнерских ссылок. А есть другой тип альткоинов, друзья мои. Например, луна. Это те альткоины, у которых еще не было медвежьего рынка. Посмотрите, невооруженным глазом же все видно. Пускай меня хейтят, это очень хорошо. То, что сейчас все хейтят и говорят, что я несу херню, это очень хороший знак, ребята. Посмотрите на этот щит. Луна. Мана даже. Несмотря на то, что мне нравится проект Мана, но он уже ушел в коррекцию. Посмотрите, он уже скорректировался до сетки. И может быть будет отскок. Но в целом это как бы все равно туда. Потому что актив очень сильно перекуплен. Посмотрите, сколько он дал тысяч процентов. Ну, 8 тысяч процентов. Может, кстати, еще чуть выше сходить. Луна. Посмотрите, сколько дала процентов. Что такого в этой луне? Что там на ней? Стейбл коины пилят? Я вас умоляю. Это все хайп. 7 тысяч процентов. Короче, самый верный признак. Если вы слышите, что на каждом углу из каждого утюга говорят про какой-то новый блокчейн, который разорвет всех просто в щепки. Солана вот тоже, посмотрите. Она тоже уже ушла в корректоз. Если вы слышите, что такое говорят, бегите из этого проекта. Бегите, мой вам совет. Потому что это все туда пойдет. Это все пойдет туда. Это как пузырь NASDAQ. Вот так, скорее всего, будет. Дисклеймер, естественно, не финансовый совет, ребята. Потому что если будет вот так, и вы потом скажете, Грин, это нас засадил в шорт, то это не отменит того, что потом будет вот так. Вот и все. Поэтому, на мой взгляд, не надо трогать сейчас перекупленные альты. Есть для вас подарочки. И подарочки, которые валяются внизу. Можете смотреть и старые гвардии. Вот вы сейчас все говорите, что старики умирают. Это абсолютнейший бред. Потому что мы с вами здесь на канале смотрим и подбираем те монеты старые, которые не умерли. Например, Litecoin. Посмотрите. Litecoin к биткоину находится на all-time low. Но, тем не менее, монета в ходу на всех крупных биржах-кошельках с 2014 года. И он сейчас на самых низких значениях к биткоину. А к доллару он, извините меня, переписал свой all-time high прошлой весной. То есть, он вообще очень-очень бычь смотрится к доллару. И если вот такой логарифмический канал на него накинуть примерно, то там цель примерно 3000 долларов на all-time high. И это не только Litecoin. Это и Dash. Тоже накидывайте логарифмический канал. Такой, примерный. Под который, кстати, уже мы ниже провалились. И пускай все вас тоже считают идиотами. Но, как говорил Эйнштейн, если идея не кажется мне безумной, я за нее не возьмусь. Тут, как бы, вершина у нас 9-12 тысяч долларов по этому каналу только. А на самом деле еще выше, если там по вайков посмотреть. Так что, смотрите, это просто возможность. То есть, вы можете, в принципе, даже попрощаться. Вы в любом случае, инвестируя в крипту, тем более в трейдинг, там, с плечом, вы должны по факту попрощаться с той суммой, которую туда кладете. Но, по факту, мы находимся сейчас внизу накопительного канала. Как находились по битку и по эфиру чуть более года назад. И еще даже не начали стрелять. Вот что круто в этих активах. Конечно же, какие-то так и не вернутся на свои хаи. Но вы можете диверсифицироваться, вкладываться в разные монеты, ребята. Какие с этим проблемы? Я лично продолжаю откупать это дно. Вот взял только что по биткоин кэшу небольшой лонг на Femex. Биткоин лонг держу. Прекрасно мы отбиваемся сейчас вот от этой линии сопротивления, которая становится как поддержка. И если вы помните, я говорил, я рассматривал этот сценарий в прошлом видео. По-моему, во вчерашнем видео я рассматривал, что когда мы отскочили бодренько, Томас говорил, что мы пойдем туда, голландец. Но на самом деле я вам показывал вот такой сценарий, что мы сходим за стопами, и это можно пошортить, если вы хотите, со стопом вот сюда. И потом полетим наверх. И вот мы это и сделали. Мы сходили за стопами. Может быть, мы еще чуть-чуть кольнем ниже. Может быть. Может быть, в худшем случае даже сделаем двойное дно ниже, чем вот это, чтобы сходить за глобальными стопами. Но это не отменяет, ребята, того, что я вам в начале видео говорил, что мы очень долго падаем, и просто в какой-то момент уже должны начать расти, потому что это неприлично. Так долго падать. Опять же, у нас с вами недельные свечки хайка наши. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцатая красная свечка подряд. Может быть, двенадцатая. Да, конечно, может быть и тринадцатая, и сто тринадцатая. Но на балансе вероятностей, еще раз вам повторяю, мы идем по синусоиде. И пробитие из этой синусоида я вижу наверх, поскольку это нифига не двойная вершина. Это поджим с выносом, таким выносом всех шортистов, что просто мало не покажется, ребята. тысячу дисклеймеров. Это лишь мое мнение. Это то, что я сам делаю. Я на это ставлю свои деньги. Я нахожусь практически полностью в крипте. Хеджирую с драгметаллами, которыми вы можете кстати на Femex и на PrimeXBT тоже хеджироваться. Вот и все. Так что не дайте себя одурачить. Слушайте, набирайте лучше пока мы падаем, чем уже потом по хаям впрыгивать, знаете. Понятно, что лучше всего купить вот прямо на такой свечке, на эту тень вот тут вот откупить, да, и сразу полететь наверх. Но вероятность этого маленькая, поэтому добирайте все падение потихонечку. Никого я не засаживаю в лонги, ребята. Я говорю, что я делаю, чтобы я советовал своим друзьям. То есть все решения, короче, принимайте сами. Давайте я буду говорить так. Ладно, я буду добирать. А вы делайте, что хотите. Добирайте шарты, если хотите. Судя по чатам, сейчас очень много будет шартов и мы за ту замунем. Всем профитролей. С вами был Гриня. Это канал Криптокомманс. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok